Сейчас интересная тема началась. Кто не знает, я сейчас начал предоставлять байерские услуги в Европе. Не, ну, по факту, после вот этого нашего блога, где я распаковывал свои Gucci Adidas, многие сразу, конечно, написали, что типа, ой, как хотим, хотим, хотим. Ребят, Gazelle и Adidas по, скажем, 120 я их покупал, по 160 я их покупал. Были разобраны в первый час, поверьте мне. Поэтому то, что бы нам спрашивали, а можно еще достать такие, где вы их достанете, они были разобраны сразу. То, что оставалось там по 200, по 300 евро. Что опять же в контексте Gucci, который стоит 900, это фракция цены. У нас первый заказ, милые, два заказа, первый заказ. Во-первых, вот такая штука. Я не шучу, это у нас первый заказ, и он такой, прямо-таки серьезненький. И завтра это у нас идет в Финляндию. Прям захотелось показать, потому что, ну, мы думали, будут у нас заказы байерские. Ну, чтобы сразу с Saint Laurent начать, это прямо получилось очень круто. Сумка. Мы купили ее в Outlet, и уйдет она нашей сплетнице в Финляндию. Крутая сумка, пляжная. Я так понимаю, это пляжная сумка, или какая-то вот гигантская такая сумка, которая вот такая. Это классика Saint Laurent. Они очень много делают таких вот тканевых сумок с ремнем. Все просто, ну, конечно, в идеальном состоянии. Она просила главное, чтобы не с дисплея была сумка. И сумка не с дисплея, но мы вынесли из этого. Красиво. Шикарная, гигантская. Ну, там можно, блин, я не знаю, собаку положить большую. Шикарный Riff Gorge Saint Laurent. О, на кнопках. А, блин, как все красиво. Шикарнейшая сумка. Это вот наш был первый заказ. Я сейчас сразу по ценам вас сориентирую. Такая сумка новая в магазине. Прошлогодняя коллекция стоила 1680. Сейчас она стоит. В Outlet мы взяли за 830 евро. Или 860, я сейчас уже точно не вспомню. То есть, реально была 50% скидка. Мы взяли свой маленький налог. Не налог, а, ну, наш байерский процент. И вот сегодня вечером отправим сумочку уже в Финляндию нашей сплетнице. И знаете, что еще заказали? Nike. Я без шуток. Ну, вот такие, да, Джорданы. Взяли мы Nike. Это тоже из Outlet. Абсолютно крутейшие штаны. Для меня немножко странно, когда Nike покупает через байеров. Но, опять же, вчера я общался со своей подругой из Москвы. Она говорит, Антох, упила New Balance. Обыкновенные базовые, черные. То есть, не лимитка, ничего, ничего такого там не было. Обыкновенные базовые New Balance стоили 160 евро. 16 тысяч рублей. Я говорю, детка, что ты творишь? Ты знаешь, у тебя приятель, который занимается байерскими услугами. Я сейчас показываю то, что купили вчера в Saint Laurent для меня. И это было в одном экземпляре. И поэтому была такая цена. В одном экземпляре мы имеем в виду один размер был. И одна обувь. То есть, последняя-последняя, да? Saint Laurent, который мне не нужен. Во-первых, я сейчас покажу цену. Вот. Это Outlet-овская цена. Чтобы вопросов не было, что я занижаю цены, что я вру, что что-то такое делаю. Цена 156 евро. Цена новая. Я, насколько помню, не то 890, не то 760. Я вот не понял, вот это у меня. У меня мой парень покупал для меня. Говорит, хочешь? Я говорю, не хочу. Он говорит, 156 евро. Я говорю, хочу. Потому что Saint Laurent стоит 700, 800 до 1000 и 1300. Вот такие вот вещи. Да? Ребята. Все пыльнички, все. Вот такие вот мы взяли. Мой размер. 41 размер. Да. Вот. Saint Laurent. Saint Laurent. 41 размер. Чтобы не было. Я показал сейчас все. Все цены. Все показал, да? Абсолютнейшие крутейшие кроссовки. Крутейшие Saint Laurent за 156 евро. То есть, когда ты видишь Saint Laurent, которые стоили 800, и они стоят сейчас 156 евро, ты берешь. Я просто сейчас их могу выставить на eBay за 500 евро, и они уйдут, потому что это будет все равно 50% от оригинальной цены. Я их, конечно, не буду продавать, но мои. И она говорит, я взяла New Balance за 160 евро. 16 тысяч рублей. Много сейчас в России местных фирм вылезло. Это все правда. Но то, что цены на то, что осталось, когда Levi's стали по 250 евро за 50, а New Balance по 160. До секунды, если вы хотите New Balance, вы отлетит цена 30 евро. Это будет даже, возможно, какая-то лимитка. То есть, вы понимаете, да? Ну, купила, рада, рада. Ну, и радуйся. Это вот такая тема, милые мои. Что вы думаете по поводу вот этого? Кто хочет, что мы здесь достали из атлетов? Это вообще будут цены, которых нет. Бывает что-то крутое по мега низким ценам. Бывает или в одном экземпляре, в одном размере. Или, ну, что-то последнее просто отдают. Уже просто, ну, просто заберите, чтобы полку освободить. Ну, или что-то крутое. Мы ставим свою минимальную байерскую наценку. Кто хочет, чтобы мы достали что-то для вас абсолютно крутейшее, ссылка на Телеграм. Пишите моему Владу. Мы все устроим. Лично этими ручками все запакую и отправлю везде по миру. Пишите ему. Найдем все, даже социальное интересное, крайне редкое. Стараемся найти. На Телеграм будет в описании прям первая строчка. Есть у меня помещение. Над гостиной у меня есть небольшое помещение, которое не используется абсолютно, которое используется как там вещи хранятся. Ну, вот такая же вся вещь. Я решил здесь устроить себе студию. Ну, студию, чтобы не снимать в гостиную. У меня обычно в гостиной я снимаю. Но я решил устроить себе студию здесь наверху, потому что это место вообще, оно большое, оно гигантское. Но оно совершенно не используется. Пошел я в Икею. Короче, купил я себе две полки. Мне спрашивают, когда ты переезжаешь, ты таскаешь это с собой? Нет, с собой я ничего не таскаю. Икея с собой точно никуда не таскает. Икея останется здесь. Ну, ребят, ну, 120 евро все стоило. Сейчас я беру полки, попробую строить здесь студию. Я сейчас снимаю влоги, стараюсь снимать влоги в течение нескольких дней, недели. Поэтому сейчас у нас еще один влог. Очередный влог. Сегодня среда. И это значит, сегодня я опять уколю себе. Во-первых, я сейчас стал пить. Утром на голодное желудо стакан воды с растворенным в воде через трубочку, супер важно, яблочный уксус и лимонный сок на голодный желудо. Засовывайте трубку себе глубоко, чтобы яблочный уксус не соприкасался с вашими зубами. Супер важно. Каждый день или два раза в день нужно принимать яблочный уксус. Я сейчас подниму тему, почему он супер опасен и почему ни в коем случае нельзя пить язвеником. Ребят, язвеником и жареное нельзя, язвеником и острый соус нельзя. Мы не говорим здесь пейте яблочный уксус все. Мы говорим про то, что у меня же... Я же вчера выложил пост в своем телеграме, подписываться на нашу телегу, там у нас просто нереально прям баталии на тему решения правильного образа жизни и как вообще все это должно делаться, да? И у меня же... Красота, да? Красавчик. Это все, вот это все, это не жир в животе, это печень, ожирение печени, которая распространяется на весь живот. То есть секундочку, да? Вот эта вот вся красота. Я не знаю, какой у меня вес, у меня нет весов. Проблема, об этом мы сейчас еще поговорим, но яблочный уксус. Мамкины теоретики, здесь супер важно, именно теоретики, они говорят следующее. Неимоверно вредный яблочный уксус для желудка, для пищеварительного тракта. Если вы будете шотами их делать, да, это неимоверно вредно. Мы говорим не про шоты, яблочный уксус, а растворять в воде. Он, самое важное, содержит множество полезных кислот, яблочную, молочную, лимонную, никотиновую. Благодаря чему он, во-первых, разжижает кровь, а во-вторых, он, самое важное, снижает уровень сахара в крови. И таким образом, он понижает аппетит, контролирует эти вот скачки. Тоже, в принципе, что и делает Аземпик. Ну, конечно, не в тех объемах, в которых Аземпик это делает. То есть это критично важно. Поэтому здесь у вас не получится заменить Аземпик яблочным уксусом, но это дополнительно. Ребята, у меня ожирение печени, вы понимаете, да? То есть мне нужно что-то сделать, чтобы убрать вот это вот висцеральное жиро. Поэтому спорт, Аземпик и плюс яблочный уксус каждый божий день. Если вы зададите вопрос, можно ли пить яблочный уксус каждый божий день, вам скажут, что ни в коем случае нельзя. Если вы начнете гуглить, гуглить реально, нет ни одной статьи, ни одного заключения доктора, ничего, которое вам скажет, противоположно, что это максимально вредно, этого делать нельзя, не занимайтесь самолечением. Это не самолечение, это вы помогаете яблочным уксусом контролировать сахар в крови. Сахар в крови, это то, что у нас вызывает аппетит, это то, о чем мы хотим жрать. Вот это вот вся тема. Сейчас мне надо его допить прям разом. А у меня сейчас положено все на цель сбросить жир в животе. Для меня это критично. Вообще не пью, не тянет, честно, не тянет совершенно. Я ждал эту среду просто как неимоверно, что я ждал. Сегодня у меня вторая неделя, когда у меня организм привыкает к аземпику. Сегодня у меня опять 19 кликов. После первого аземпика, первые два дня, у меня очень сильно разламывалась голова, очень сильно болела голова. Это единственная побочка, которую я испытывал легким. Ой, господи боже мой. Три, четыре, пять, восемнадцать, девятнадцать. Раз, два. Нужно делать инъекцию, а потом еще ждать 10 секунд, чтобы весь продукт остался в тебе. С утра, я прошу прощения, у меня язык лыка не вяжет, потому что ни кофе не выпил, ничего. Я выпил только уксус яблочный. День второй, 19 клик. Следующий раз у меня будет 36 кликов, потом еще 36 кликов, и пятая неделя у меня будет 72 клика. Говорят, магия начинается именно с, наверное, третьей недели. Вот тогда пойдет магия. Ну а с пятой недели там, само собой. Никак, девки, никак не можешь контролировать это все. И вы знаете что? Вот сейчас же мы с моим парнем занялись баерскими услугами. Как говорится, на здоровье. Ох, как я ожидал сегодняшнего укола. Мы сейчас занимаемся баерскими услугами. Это я уже говорил сегодня в этом влоге. И вот, например, сегодня у нас уйдет... Вот, смотрите, какие классные. Это Adidas Superstar, да? Это у них лимиточка. И они все пушистые-пушистые. Розовые с коричневым. Просто восхитительные кроссовки. Кроссовки просто огонь. Кому нужно что-то достать в Европе, пишите. Первая ссылка будет на наши баерские услуги в Телеге. Прям делаем отчеты. Вот, смотрите, мы вчера отправили целых три коробки. Везде отправили. И в Финляндию отправили. И в Румынию отправили. И в Россию отправили. Все мы отправляли. Вот, поэтому кому нужно, обращайтесь. Я же разыгрывал стаканы. Многие не разыграли. И вот женщина попросила, можно ли купить. Вот такой вот Сен-Лоран у нас сейчас уйдет. Сегодня красавица наша уйдет. Сен-Лоран тоже купили мы ей. Вот, все. Сен-Лоран у нас все уйдет. О чем речь? Поэтому кому нужно что-то купить в Европе, обращайтесь. Влада у нас все достанет в Европе. Я лично все контролирую. Поэтому все оригинальное. Все из бутиков. Все из атлетов, главное, что цены дешевые. Самое важное, мы покупали с вишней. Вот вишни были популярные. А со звездами было только два. Ну, конечно, это все будет разобрано. Знаете что? Вот эта вот вся история, когда... Ой, Антон, не вкалывая в себя, хотя огромное количество. Там было почти, насколько, 5000 ментариев нашим прошлонедельным влогом. Антон, это ерунда. Не кали все ерунду, контролирую. Да, видите, как я себя наконтролировал. Видите, как я себе наконтролировал вес. Да, вот так вот сидишь и в животе помещается. А, экран. Не тошнило вообще. Но, опять же, многие говорили, и не тошнит, потому что на голодный желудок сделал. Потому что, если бы поел, может быть, тогда бы тошнило. Знаете, сколько у меня... Баерские наши услуги... Не, не баерские, а наши баерские услуги. Знаете, сколько у нас было запросов на Аземпик? Достаньте нам Аземпик. Сколько человек писало? 40, наверное, человек. Может быть, 50. А может быть, если честно, он плохо считает. Может быть, и 60 человек писали, достаньте нам Аземпик. Аземпик не достань. Ну, по крайней мере, вот так вот. Я не знаю, может, есть какие-то, я не знаю, поставщики непонятные. Это одно, но... Он купил мне Найки. Дешевые и дешевые. Учитывая, что это совершеннейшая лимитка. Вот, это вот Найки. Такой вот крутой коробки. Классные Найки. Они очень-очень интересные. Это мужские или женские, не знаю. С вот такой вот штучкой, да. Здесь у нас пишется Be True. Будь настоящим, да. Это у нас Be True, да. Вот такие вот рюши. Это, конечно, приурочено все к... И вот такая бесплатная у них здесь... Ну, бесплатная вложена. Такой вот браслетик с такие шармики. Найки. Абсолютно крутейшая вещь. Они крутые. Но он мне купил 41 размер. Первый с половиной у меня размер. Но я подумал, что... Мне просто слишком много. У меня слишком много крутой обуви. Я подумал, нет, не надо. Поэтому он сейчас пойдет вернет. У нас можно вернуть. Это он пойдет. А зато купили... Блин, ребят. Так вот эти вот блинсяги стоили сколько-то. Они полностью штукарь, наверное, да. Последняя модель была. Последняя модель. Абсолютно крутейшие траки у них, да. Последняя модель взяли за 270 евро. За 260 евро мы взяли вчера. Последний размер. И вот они обычно уходят очень дешево. Поэтому вот такие вот боленцы, которые стоят штука. Это штукарь обувь, которую взяли за 270 по цене Adidas. Поэтому, милые мои, обращайтесь. Достанем вам обувь, потому что боленцы... Ну, конечно, мы свой процент поставим сверху. Но все равно это будет боленцы за 1-3 цены от боленцы. Вот. И не можем мы достать Аземпи. Поэтому для нас это показатель, что люди сидят. И люди изо всех сил пытаются похудеть. А сами не похудеть. Не в состоянии. Выкладывал же я вот эту вот Кристину Агильеру и у себя в сплетнях, и у себя в паблике. Где она восхитительно сейчас выглядит. Она выглядит просто шикарно сейчас. Она неимоверная красотка. Она просто крутейшая девчонка. Вот как она выглядела буквально несколько лет назад. Она тогда уважала свои латиноамериканские корни. Она говорит, я латина. Я латина, поэтому я женщина в теле. Когда ты потеряла контроль над тем, что ты ешь, когда ты потеряла контроль, а мы говорим про Кристину Агилеру, которая может быть персональных поваров, всем что. Когда ты потеряла контроль над собственным весом, вот тогда ты можешь начать утешать себя тем, что, ну, я латина. Это вот органично для меня вот этот лишний вес. Нет, он ни для кого не органичен лишний вес. Ни для латины, ни для афроамериканки, ни для женщины из Чукотки, ни для женщины из средней полосы, ни для женщины из Киева. ни для кого. Лишний вес, он не органичен, исторически не предусмотрен и красиво не смотрится. Никогда. Ничто так не уродует внешний вид, как лишний вес. Ничто так не уродует это. Никогда. Это отвратительно. Во что люди себя превращают. Лишняя десятка, это как лишние 10 лет. Вы понимаете? Да, конечно, у вас могут быть хорошие гены, вы неплохо выглядите при своем весе, вы симпатичная, полный парнишка или девушка. Это все классно. Но это все равно вас не красит. Ничто так не уродует, как лишний вес. Моей тетке была позиция. Но лишний вес, тогда у меня морщин не видно. Ну да, надуйтесь как шарик. Морщин реально не будет видно. Но это логика. Это логика куда? Это один путь в ад. Как я ждал эту среду, если бы вы только знали. Единственное, что возвращается аппетит, может быть, на третий или четвертый день. То есть первые три дня вообще не хочешь есть, а потом у тебя возвращается аппетит. Ты становишься голодным. А так все норм. Я не вижу никаких результатов. Мне сказали, не увидишь никаких результатов первые две недели, когда организм адаптируется. Не увидишь никаких результатов. А я хочу результатов. Смотрю сейчас подкасты Осборнов, семейка Осборнов. Боже мой. Келли худая. Шерон худая. Сыны худой. Ози уже все сдает. Такой старенький стал. Но тем не менее. Худые, тонкие, звонкие. Класс. И Келли говорит правильно. А зимпик, если сидишь на нем долго, он меняет твое отношение к еде психологической. Нет вот этой психологической зависимости пожира. Сколько там нужно сидеть. Ребят, чтобы изменить привычку, чтобы сбросить вес, это достаточно быстро. Там говорят, ну два месяца, он все некоторый за месяц там вот эти нужные 10 килограмм снимают. Но чтобы изменить отношение к еде, чтобы изменить отношение к психологической вот этой вот зависимости к еде, нужно полгода. Как мне пишут девчонки. Мне вчера интересно писала девчонка одна. Я прям скрины делаю. Вот когда вы мне пишите, интересно, девки, я реально делаю скрины того, что вы мне пишете. Потому что просто умнейшие вещи, которые я не хочу пропустить. Антон, делай аземпик, не бойся повышать дозу. Это круто. И ты вернешь тело себя 20-летнего. Это мне, кстати, пишет огромное количество людей. Мне пишут, забудь про тело 20-летнего. А вот люди, сидящие на аземпике, говорят нет. А вот аземпиком как раз таки ваше тело 20-летнего может вернуться. Всю чушь про вредность пишут злые и вредные люди. Я с 87 килограмм стала 54. Практически 90 килограмм была, сейчас стало 54. Больше 30 килограмм. И я вернула свое тело девочке. И кожа утянулась. Я просто кайфую, а не стараюсь больше, что живот... Видимо, торопилась, ошибок много. Что живот не спрятать. И это у меня было 24 на 7. На вечеринке у меня на лице аристократическое пренебрежение едой. Умница моя. А раньше тазики готова была метать и расстраивалась, что не могла завидовать всем, кто не захочет есть. Здесь в Америке, когда не устраивает вес, просто возвращается на нормальную дозу, но продолжает колоть. Я уже 4 года на нем и абсолютно счастлива. удачи и не переживай это так. Спасибо, Нелли, во-первых, да. Спасибо, моя радость, за слова поддержки. Спасибо за свои слова, за свой опыт использования Аземпика. 4 года сидит человек на Аземпике. 4 года. Аристократическое пренебрежение едой. Когда ты не набрасываешься на тазик с Оливье, а просто съел листок салата. Это круто. Вы можете сколько угодно сейчас спорить с каждым моим выражением, но аристократическое пренебрежение едой. Когда ты скинула 30 килограмм, ты тонкая, звонкая, ты свежая, ты обалденная, и когда ты смотришь на себя в зеркало, ты сама радуешься. Вот, девки, чего я хочу. Вот чего я хочу. А не поднимать камеру до этого уровня, чтобы вот эту вот тему мне не спрятать. Вы понимаете? Поэтому, когда мне говорят, вес вернется, когда ты слезешь. А кто вам сказал, что я слез? 4 года. Это никому неизвестное лекарство. Какие будут побочки, вы будете сами в шоке. Какие побочки? Какие побочки? Что вы выдумываете? И у кого вы видели, какие побочки страшнейшего типа после принятия Аземпика? У кого? Какую вы городскую легенду сейчас мне вытащите? Какие побочки? Сидя побочки будут страшнейшие. Вот от чего доказанные побочки страшнейшие? Это от лишнего веса. Они, блин, от Аземпика. 4 года. То есть вы понимаете, да? Это не просто эксперимент над новым лекарством. Это не просто я уколола два месяца и сейчас сижу, боюсь побочек. Аземпику 12 лет. Женщина колет его 4 года. 4 года. Вот это эксперимент. И она просто кайфует от себя. Если ты когда-то слезешь, вес вернется. Значит, я не слезу. Значит, я не слезу. Не слушайте никого. Идите к телу своей мечты. Не важно, что вам скажут, как вы выглядите. Не важно, вам скажут, пропадет вашу грудь или нет. Если вам все равно на собственную грудь, делайте то, что вы хотите. А сидеть, слушать, я уже, знаете, вот, ребят, 6 лет на ютубе. И я знаю, вот как вот это работает, когда ты сидишь, мамкин эксперт, с абсолютно нулевой экспертной нагрузкой. Ты сидишь и безапелляционно утверждаешь какие-то моменты. Не имея в этом никакой экспертной нагрузки. Страшные последствия. Я знаю, какие страшные последствия после лишнего веса. У моей тети, у нее все нормально со здоровьем, но когда у нее была операция на сердце, а у нее была, у нее была серьезная операция на сердце, ей сказали, если ты не скинешь вес, у вас просто, у нее был просто большой перевес. Мы вас просто лимитарно даже на операцию не можем положить, потому что у вас не просто проблема, у вас вопрос жизни и смерти сбросить вес. У вас не сможем прооперировать, если вы не скинет там, я не знаю, сколько там, 15-17 килограмм. Люди не могут родить, когда перевес там 30 килограмм. Давайте сейчас не поговорить про ужасы Аземпика, а про ужасы 20-30 килограммов вы мне говорить не будете, да? Вы видим всех этих самых чертовых блогеров, которые говорят, я приняла себя, я ем, что хочу, а всех своих хейтеров я сожрала. Они не говорят, они умалчивают про то, что с каждой десяткой набранных килограмм все шалит. Не просто шалят суставы, сердце, там шалит реально все. Об этих вот минусах, они есть у каждого чайка с перевесом, у каждого вне зависимости от возраста. Они все молчат, они не говорят, я приняла себя такой, у меня лишние 30 килограмм. Блин, я так низко камеру поставил. У меня лишние 30 килограмм, я всех хейтеров своих сожрала, но да, девочки, я приняла себя, все свои растяжечки, все свои трещинки. Но я должна осознаться, что отдышка, когда поднимаешься на третий этаж, суставы очень болят. Я уже стараюсь полгода залететь, у меня ничего не получается. А тогда я приняла себя, я красавица, я люблю свое тело, я люблю... Почему вот так они не говорят? Почему они не показывают свои медицинские книжки? Это страшные последствия. Страшные последствия от плюс 30 килограмм. Вот это они доказаны. Скажет вам каждый врач и диетолога до вашего general practitioner. Правда, худейте любым путем, милые мои. С сегодняшнего дня, 26 числа, у нас розыгрыш на эти Биолетти. Кофейники, все, последний розыгрыш. Каждый день, с 26 числа, я на своем канале Сплетен разыгрываю кофейники Биолетти. Крутейшие кофейники. Самый последний будет, это набор, подарочный набор с кофейником, двумя чашками для эспрессо и золотыми лорочками. Все, что нужно, это подписаться на этот влоговый канал и на канал Сплетен. Я буду выбирать с сегодняшнего дня, начиная каждый день по человеку, кто выиграет кофеварку. Кто не ответит, в течение трех дней победитель кофеварка пойдет еще раз повторно в розыгрыш. Три дня, чтобы ответить, если вы выиграли кофеварку. С сегодняшнего дня подписывайтесь на этот канал, на канал Сплетен. В течение шести дней до 2 числа будем разыгрывать в день по кофеварке. Все, что нужно, подписаться. Все, поэтому подписывайтесь в следующий день. Худейте, блин. Только закончил снимать сплетни Кто не знает, у меня вчера вышли просто обалденные сплетни И уже готов был отправить файлы на монтаж Но, если уже начали говорить про аземпик И многие спрашивают, Антон, говори все Про побочки, говори, как оно проходит, как сходит вес Все вот это говори Мне говорят, уже похудел, не похудел, ребят Я просто полностью отказался от алкоголя И по этой причине, наверное, уходят, я так полагаю, уходят отеки Потому что прям, сказать, что я меньше, ну да, меньше стал есть Но особенно первые 3-4 дня было меньше Пишет мне интересную информацию парень Привет, Антон, про аземпик Семаглутид в Москве Это важная тема, потому что у меня из-за России смолен сейчас порядка 43% на этом канале То есть все равно вот это достаточно насущная тема Я купил первую дозу в Москве в момент ухода компании из Российской Федерации Эффект восхитительный 1 миллиграмм, сахар пришел в норму Сахар пришел в норму Аппетит пропал в ноль Далее препарат пропал Это действительно Ново-Нордис, хотя и сказали, что они не будут уходить из Российской Федерации Но в итоге все равно пропал Очень сложно достать именно оригинальный аземпик Я сидел на Медфармине Препарат родом из СССР Он аппетит не подавляет, но сахар он держит Далее появился аземпик, который продают в аптеке из-под полы Продавать его официально нельзя Поэтому оплата только наличкой и по предварительному заказу Цена 20 тысяч рублей Это для меня не дешево Ну 200 евро это, ну это реально дорого Недавно появился Семаглутит Российский Он в той же дозе слабый Жесткая тошнота не рекомендует Такое ощущение, что ерунда, которую сделали в РФ Содержит не очень чистый препарат И сделан плохо Ручка неудобная Остаются синяки Шприц тупой И вот он присылает фотографию Эта фотография у нас аземпик и семовик Это вот так называется сейчас в Российской Федерации Вот сравнение Если что, скажи подписчикам Пусть будут готовы к жестким последствиям Пишу и прям плохо Все, кого знаю, похудели Все, кого знаю Все, без исключения, кого знаю, похудели И здесь у нас с помощью аземпика Вот, семовик Это, я так полагаю, у нас российский вариант аземпика Я посчитал нужную, потому что многие писали, что аземпик не достать Что здесь у нас именно тема идет в семовик Но, как любой дженерик Любой заменитель оригинального лекарства Он, наверное, идет все равно с какой-то территорией Я очень много слышал про эти самые истории Когда дженерики, они, может быть, и работают как-то Но это, опять же, знаете, как дженерики из Индии Откуда-то вот у кого, кто ВИЧ-позитивный Я очень много слышал историй, что вот заменили какие-то коктейли Какие-то лекарства не достать Вообще интересная тема Что вот сейчас после санкций, что ушло Что вот прям вот не то Вот какие дженерики, вот прям не то Не работает так, как работали оригинальные лекарства До ввода санкций До того, как компании Не знаю, что санкции, компании просто ушли с рынка Вот, в любом случае Меня обнадеживает мысль Что все в 100% из 100%, кто сидел на Аземпике, похудели Все в восторге Все в великом восторге Для меня вот это показатель А теоретики, пустые теоретики Которые вот просто, я не знаю, вот решили себе, что это вредно Они пусть живут, пусть худеют, как хотят, ребят После 40, сидя на диете, сидя на спорте Все равно похудеть не просто сложно, а архи сложно Это чистая правда Ну вот такой вот зафиналим влог Увидимся в следующей неделе Дай бог будут результаты Дай бог будет уже что-то видимое Девки, не могу, не могу Для меня живот, вот этот вот, знаете Это висцеральный жир Это трэш Это ожирение печени называется Вот как это все называется И мне говорят Николя Аземпик так худеет У меня ожирение печени, ребят У меня живот камнем стоит Да, давайте я сейчас буду на диетке На гречке с кефиром Это называется ситуация Аземпик, знаете, как называется? Поздно пить боржоми Вот ситуация называется уже так Поэтому сейчас просто спортом И правильным питанием, да Даже отказом от алкоголя Да, отеки уйдут И потихоньку жир будет уходить Но это потихоньку Не хочу я потихоньку Не хочу я потихоньку Я хочу жить здесь и сейчас Не хочу я ждать условные 12 месяцев Прежде чем войдешь в норму Не хочу Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому 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 Субтитры Алексею Дубровскому